а то наверно вот типа что главный тут какой-то да сидит черт его знат ну давай быстрее излагай свое дело его светлость не терпит тупиц в зале для уриенцев слухи что он уехал кальрафию еще с кем-то поговорил болен с родом не с какие-то я просто забыл в руки взять болван чё сказать вот у меня почему ничего не произошло земля трясется но ничего не происходит болван чё сказать так ты чё один-то болит начинаться вы как сюда идите падлы если сейчас от одеваха нам ничего не скажет она рада она она по-моему говорила что там где-то в самом городе да там дальше там это или там это вся компания скат буржу за дебил нами управляют раношки всем приятного бро пожаловать на прохождение замечательные гучки даджет сирс врача с прошлой серии мы прибыли в какой-то город карты как и чё-то там карелла знает позже в третий город игры так 3 акт будет вот здесь вот так стран сокровища древний склеп в общем короче забыл название города черта возьми ладно вот а в пустынный город колерать его нет собой лишней воды дружочек думаю нет уж наверняка не сегодня но ты наверное надеешься кого-нибудь встретить или увеличить размер своего отряда вот с удовольствием бы увеличил но к сожалению на этой сложности это не представляется возможным так ну-ка давай очень жаль надо очень жаль да да я понял все это мы уже видели поэтому давайте продолжать дальше изучать этот замечательный город а вот у нас где-то здесь показываться видимо мы на втором даже нам надо на 1 это понимаю да поэтому погнали поговорим с этим барбале может и трактир но у меня тут моя комната так полно проблем после того как я прикоснулся к этому ужасному камню оставь меня в покое видимо тоже какой-то квест черт его знает ладно погнали у нас там на первый этаж получается так можем тут не можем каждого раза бежать бебебе бегать надо будет ну ладно я мол тут лестница где-то на вот и получается по гопа квесту посмотрим чё нам там скажут дороги не не лечь ко мне я занят я понял а ты чё что это вообще такое карлате а хол а может просто зайти и можно к нему не лезть потому что он занят отлично я время слышал много историй некоторые из них были вымыслом а некоторые правды моя работа заключается в том чтобы отделить одно от другого и если я узнаю ответ хотя бы на один вопрос то делюсь с людьми своим знанием а вон тебя тут нормально давай что тебе рассказать я разыскиваю легендарную песню гномов горняков покинувших эти земли много лет назад эта песня помогала им находить золотые жилы в некоторых местах куда ты можешь пойти хранятся записи этой песни в виде рун фресок или манускриптов ты поможешь мне найти потерянную рудную песню конечно я буду рад помочь замечательно чтобы восстановить песню мне понадобятся все три куплета принеси их мне если вдруг найдешь в своих странствиях так давай давай поговорим и ну и какие так расскажи мне про калоратию рудные песни гномов калоратию построили еще во времена моего прадеда переселенцы которые пришли с востока после великого катаклизма с тех пор мы жили тут мирный счастлива до нашествия ни одному врагу не удавалось взять приступом наши стены но мы оказались не готовы к внутренней угрозе наш правитель ведет свой рот от калерафа воина который спас нас от гибели в катаклизме он был храбрецом в старости сошел с ума и утверждал будто он и есть азундаи многие ему верили даже сейчас некоторые считают что защитник пережил катаклизм и увел нас в пустыню людское невежество не истребимо расскажи мне про полу гигантов полу гиганты загадочный народ они неукротимы в бою но в мирной жизни ведут себя очень спокойно они могут смеяться и кучить наравне с людьми но обычно подвержен меланхолии каждые несколько лет кто-нибудь из них приходит сюда из пустыни и ничего не рассказывает о том откуда идет он остается здесь на пять или десять лет заводит знакомства а потом исчезает также неожиданно как появился мы всегда им рады потому что они сильные трудолюбивые работники и не причиняют проблем ну если только не выводить их из себя всегда жалко когда они уходят так расскажи мне про людей долгое время мы думали что других потомков граждан империи не осталось но твой друг амре как-то поведал нам что в северных пределах живут наши сородичи амрен часто нас навещает он много рассказал мне об истории этой земли он рассказал о хаосе возникшем после великого катаклизма о том как почти всех людей араны убила мания которая вырвалась на свободу когда разбился щит и о том как немногие выжившие ушли на восток и основали этот город мы гордимся своим происхождением потому что наши предки сражались на стороне защитника расскажи мне про морденов мордена недавно появились на наших землях на протяжении нескольких поколений мы жили одни но 10 лет назад нас разбудили вспышки света и крики солдат приветствующих своего вождя на следующее утро в калирафию прибыли несколько морден виров они хотели встретиться с отцом нынешнего правителя наша жадность оказалась сильнее благоразумия мордены предлагали золото каждому кто вступал в их армию и щедро платили ремесленникам и охотникам за поставку припасов мы слишком долго ни с кем не торговали наша молодежь мечтал повидать мир нам пришлось дорого заплатить за нашу опрометчивость никто не знает откуда появились мордены в нашей пустыне говорят что их создал волдис чтобы они служили ему но только разрушитель способен создавать новые расы я подозреваю что мордены пришли из-за гор откуда с востока и из жадности согласились присоединиться к волдису расскажи мне про равнину слез вся южная часть тараны называются пустошами плача а наш город расположен самом сердце этих пустошей когда-то земля была здесь плодородной но катаклизм разрушил почву и теперь здесь могут расти только самые выносливые растения постепенно в пустыню возвращается жизнь животные способные питаться жесткой пустынной растительностью мы живущие охоты на этих животных и мордены живущие за насчет расскажи мне про город морденов дарт рау посты немного развален потому что местность что мы нынче зовем пустошами плача когда-то входила в состав великой звездной империи имперские города были богатыми густонаселенными во много раз больше кальографии говорят что на месте одного из таких городов мордены основали собственный город и назвали его тартру сама я его не видела но кинус утверждает что ездил туда он говорит что порт хорошо укреплен хотя его стены ниже наших но этот кинус его слова нельзя принимать все речь расскажи мне пророга заработа давным давно гигант по имени заработ стал правителем всей араны множество королевству были стерты с лица земли во время его завоевательных походов поэтому его прозвали разрушителем многие боялись его как бога наши предки сбежали на запад и присоединились к зунаю защитнику в его борьбе против заработа другие люди склонились перед разрушителем и пытались богатыми дарами заслужить его благосклонность но какие дары смогут остановить такого сумасшедшего величайшим из этих подарков была мощная крепость который получил название пик заработа ни до ни после этого никому не удавалось создать нечто подобное ее план разработали темные маги построили и лучшие ремесленники мира когда строительство было закончено заработ сделал эту крепость своей военной базы молва об этой крепости разошлась по всей земле и и боялись почти так же сильно как самого разрушителя хоронящиеся вне оружия могло уничтожить целое королевство расположенное на другом краю света а внутри крепости жили ужасные чудовища которым скармливали пленников за работу я надеюсь что все это лишь сказки потому что ходят слухи будто волдис нашел эту крепость и перенес в нее свой штаб сама я знаю только то что крепость может находиться где-то в восточных горах у волдиса есть архимаг который так силен что может вообще сделать крепость нежидимой вот 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 так вроде совсем поговорили спасибо у меня нет больше вопросов так все блин да 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 сразу на призывать надо так давайте поговорим с этим с боссом с боссом качалки а чё такого интересно куда же такое а тонера вот типа что главный тут какой-то да сидит черт его знат ну давай быстрее излагай свое дело его светлость не терпит тупиц в зале для аудио он понял о какой маленький светлость здорово излагай свое дело меня зовут витамин я пришел с миром я ищу старейшину города я правитель но ты жеребенок как это может быть в эти времена тебе наверняка приходилось видеть гораздо более странные вещи скажи чем я могу тебе помочь я ищу эгиду зрения никогда не не слышал здесь ничего такого нет чего я и боялся тогда мои скитания еще не окончены я должен найти этот артефакт перед тем как я уйду скажите зачем мордены оккупировали ваш город мы услышали о поражении сил сопротивления в снежный гаван вскоре после этого мордены вошли в наш город большинство жителей уже ни на что не надеяли да боже мой захватил власть и мы не смогли его остановить странные существа ползают по склонам пика заработа а на ночное небо страшно смотреть волдис разбудил древние силы которые спали внутри этой горы попытайся мы бороться нас бы всех перебили мы нашли наилучший выход из очень тяжелой ситуации мордены сохранили нам жизнь и меня это вполне устраивает вполне устраивает подожди я хочу задать тебе вопрос давай не надо мой господин пусть уходит мы нуждаемся в услугах сильного и храброго воина ты можешь нам помочь а что должно быть сделано мордены захватили нашу систему водоснабжения сир я вас умоляю ни слова больше теперь они контролируют подачу воды в акведук храм воды охраняет морданское чудовище гантх мы посылали наших лучших людей чтобы они убили чудовище и возобновили подачу воды но никто из них не остался в живых а сейчас мы все слишком ослабели от жажды боюсь что морден хотят уморить нас при всем моем уважении если бы они собирались нас убить то сделали бы это давным давно они всего лишь хотят чтобы в городе был порядок они установят подачу воды как только мы докажем волдису нашу преданность ты слишком сильно им веришь я не разделяю твою убежденность кинус друг ты поможешь нам я сделаю все что смогу прекрасно кинус отдай приказ открыть ворота к акведуку будет исполнен и милард это отважный и добрый поступок я благодарен тебе это создание гант где я смогу найти его выходи из города через северные ворота и иди вдоль акведука через пустыню до храма воды система управляющая подачей воды расположена во внутреннем дворике если доберешься до затвора и сможешь его открыть подача воды будет восстановлена и все мы будем у тебя в вечном долгу не бойтесь я вернусь так отлично акт 3 глава 1 основной сюжетный квест взят так у нас вот здесь показывает что-то а ну да что и показывает так осталось получаться здесь вот какое-то здание это так понимаю восточные ворота нас пока не увысят ни черта да а можно можно тут чтобы что-то тут было какой-нибудь квестик нет вот сюда приветствую я провел длительные и тщательные исследования и узнал об огромной коллекции книг которые сейчас рассеяны по всей земле я щедро тебя вознагражу если ты принесешь мне эти старинные книги ладно я поищу их отлично книги из этой коллекции можно узнать по надписи на титульном листе где указано что эта книга из библиотеки Араны всего их 20 штук надеюсь ты их найдешь так а может он мне отличные работы деточка эти книги я буду читать очень мне бы очень хотелось получить весь набор книг из библиотеки Араны так что не прекращай поисков я щедро тебя награжу обещаю видимо отчета мы уже ему отдали отличные работы деточка так окей что-то мы ему уже видать отдали какие-то книги да так о тут смотри-ка еще можно куда-то пройти блин тут пипец всяких этих ходов черт бы их побрал так синий это понятно а какой-то мужик о че то есть беспокойное нынче время всем сейчас тяжело но особенно полугигант в такие времена опять за брак дарт мол блин да о чем же вы это тосковали друг о мире конечно и о чистоте души утраченной когда нас изгнали о возможности спасения для моего народа это неприятная тема прости мое любопытство но мне интересно что лежит рядом с тобой на столе это перья гарпий глупые твари и охотиться на них нетрудно любой мастер делающий стрелы даст за них хорошую цель вот они блин я уступлю их тебе если ты принесешь мне для изучения что-нибудь занимательное мне нужно чем-нибудь отвлечься от волнения я посмотрю что может сделать блин и чё ему надо ну что удалось найти что-нибудь это ага блин короче тут надо его опять притащить приторбанить а вот хрен знает чего эх блин короче так неприятно подлагивать вот в этом городе это просто кошмар не знаю видно это на записи или нет вот такие неприятные не то что фризы а знаете немножко вот именно лаги под каким-то углом определенным вроде норм под всеми углами так вон еще какие-то еще какие-то квесты так нам на в любом случае туда зайти бы вот еще ну спасибо булава агараса что это что а а это просто такое выражение понятия не имею что она означает а кто такой агарас легендарный полу гигант говорят что он был самым высоким из полу гигантов и его булава могла рушить крепостные стены а я за интригон расскажи пожалуйста поподробнее это все что я знаю если хочешь узнать больше я знакома с одной исследовательницей из аманлу которая изучала эту легенду ее зовут тай если ее не будет дома то попробуй поискать ее в трактире как окажешься в тех местах обязательно найди ее и передай привет от меня старому псу дродвину спасибо за информацию посмотрим что знает об этом таис нам в любом случае нам надо будет вернуться еще в этот потому что ну в этот ау во аурлан во ванлу во все вот эти дома потому что у нас там когда крыса дохла а собака потому что там много у нас квестов элвс эльф и эльфийская культура эльфы и их культура эльфы очень странно раса по внешности очень походят на людей хотя и меньше хотя и меньше и более слабы, но со странно удлиненными ушами, похожими на уши летучих мышей. Они в совершенстве владели магией, в состоянии творить заклинания, которых ни один человек никогда не слышал. Известно послугам, что они контактируют с неизвестным волшебным источником, но некоторые менее параноидальные ученые верят, что эльфы развели свои магические навыки, стремясь восполнить нехватку физической силы. Эльфы являются долгожителями и их тяга жить что-то там. История эльфов. Когда-то эльфы жили в лесу как животные, и не имели никакой цивилизации вообще. Но в конце концов они научились строить и создали несколько маленьких городов, в которых и живут по сей день. Была другая ветвь расы эльфов, которые бороздили океаны и торговались империей звезд в имперских портах, которые когда-то процветали на побережьем, но во время войны легионов морские эльфы были уничтожены. Только их здания остались как напоминание о их существовании. Тем не менее, эльфы Аманлу живы и здоровы. Они имеют хорошее торговое отношение с кем-то там. Войн, который владеет оружием, изготовленным эльфами, может считать себя хорошо вооруженным. Эльфы хорошо принимают представителей других рас в своих лесных городах, и некоторые люди даже остаются там жить. И это приятное место, хотя и слишком тихое. Хорошо. Что-то новенькое про эльфов мы узнали, да? Так, больше ничего нет? Так, окей. Получается, чего? У нас, получается, только вот эти остались, да? Здесь мы вроде как все взяли, и нам нам бы надо, наверное, тут, получается, в три стороны можно выйти. Нам бы надо с духом сейчас еще поговорить. Вот с этой вот. Привет, друг мой. Здорово. Боюсь, урок магии придется отменить, потому что кальрофианский Нексус опечатан, и мы не можем им пользоваться. Звенья колоратий, я никогда не слышал об этом. Кальрофианский Нексус один из самых крупных во всей Аране. Здесь пересекаются три лейлинии, и энергия выходит на поверхность. Маги кальрофи тренируются здесь на протяжении нескольких поколений. А что сделали Мордены, когда они пришли и захватились вокруг? Да, сюда приходил темный маг. Он наложил на Нексус магическую печать, и теперь мы не можем им пользоваться. Маги пытались снять печать, и поняли, что нужно для этого сделать. Мы выяснили, что печать связана с тремя лейлиниями, которые и образуют Нексус. Если собрать магическую энергию этих линий, то печать, наверное, можно будет сломать. Я помогу тебе разрушить печать. Именно это я и надеялась услышать. Возьми этот посох стихий и заряди его энергией трех лейлиний. Проще всего это сделать в энергетическом узле лейлиния. Я могу объяснить тебе, где находятся два таких узла колодца. Но третий тебе придется поискать. Ну конечно, кто бы сомневался. Очень хорошо, продолжай. Чтобы зарядить посох, встань над символом возле каждого магического колодца и произнеси слова «Арсессо Аркан». Ты сразу же увидишь, как посох окутывается магической энергией. Когда посох наполнится тремя видами энергии, воспользуйся им, чтобы разбить печать. Так, это получается писать надо «Арсессо». Надеюсь, это в этом будет «Арсессо Арканум». Звучит все просто. Где находится первый узел? Ищи колодец холода в северных пределах, в подземных помещениях снежной гавани. Сюда. Если войдешь с дальней стороны, то найдешь его на выходе из первого главного коридора, перед балконом. Отлично, мы знаем это. Колодец расположен в очень необычной пещере, где четыре арочных мостика ведут на платформу с источником энергии и красивым растением, которое обычно не растет в таких условиях. Я знаю пещеру Феникса, только бы это была не она. Потому что третью я не помню где. Где находится второй узел? Колодец земли ты найдешь в храме к серии. Поищи за алтарем. Там одна из статуй отличается от остальных, а если ее повернуть, откроется потайная лестница. Этот узел тоже расположен в необычной пещере, где четыре арочных мостика ведут на платформу с источником энергии и красивым растением. Отлично. Есть какие-нибудь догадки про местоположение последнего узла? А он в пустыне, я помню. Нет. Знаю только, что искать нужно на колодец Феникса, который наверняка где-то спрятан. Когда-то его местоположение было известно, ведь каждый источник энергии принадлежит определенному сообществу магов, которые им пользуются. Я бы искала среди древних развалин. В прошлые эпохи было много примечательных мест, которые теперь давно забыли. Это заброшенная долина. Спасибо, я постараюсь это сделать. Отлично. Ой, что-то взяли. Ага, пусто. Вот это прям здорово. Душа. Окей. Прям пацаны какие-то. Так. Го, с духом поговорим. Нас выпустят? Отлично. Давай поговорим с духом тогда. Северная равнина солёс. Пока мы тут. Так, давай. А, вот Арцесса Арканум, да? А, мол, печатать надо будет. Так, хорошо, давай. Так. Где он там? Вот он. Банч. И всё, погнали. Блин, надо такое ощущение, как будто она перез... А, вот, смотри, здесь уже не лагает. То есть всё-таки, видимо, лагает в этой... В городе, в этом. Пожалуйста. Так, где у нас там был этот? Вон наверху, да? Где-то вот здесь. Так, у нас ещё тут мы не были. Вот сюда надо вот зайти ещё. Так, поговорим с этим лоботрясом. И все, к счастью, наверное, сразу давайте сделаем тогда, пока это помним. Побегом, а потом уже будем изучать здесь. Город. На протяжении сотен лет мои предки жили в древнем городе Калерафе. Но наступил день, когда моя жена, мои дети, весь мой род был уничтожен за считанные минуты во время налёда Морденов. И всё это случилось у меня на глазах, прежде чем я, как и они, погиб от удара клинка. Моя душа не обретёт покоя до тех пор, пока Морден не поплатятся за свои преступления. Спасибо тебе. Я слышу убеждённость в твоём голосе и верю, что тебе удастся то, что до сих пор не удавалось никому. Твои слова меня успокоили. Покойся с миром и знай, что твоя семья будет отомщена. Опять нам какую-то лобу гудали. Просто обузла напросто. Какой-то отстой. Так. Ладно, пойдём у нас здесь под порталом что-то там ещё есть. Какой-то этот магазин. Да, там какая-то дверь. Зайдём сейчас туда, а потом тогда ломанём уже... Кстати, а можно сюда зайти? А, к этой, окей. А потом... А потом ломанём тогда, получается, эти пещеры найдём, я думаю, да, в этой серии. Вот. И нам надо будет ещё в Аманлу зайти квесты посмотреть. А, это магаз, да? Блин, здесь так лагает. Прям кошмар. Вот под этим углом. Вот так не лагает. А тут лагает. Пипец. Привет. Ну что, как там мой журнал? Да подождите с этим журналом. Так. Гопра... Гопра дадим тогда пока. Так. Ничего новенького нет. Так. В чём там? Шанс при ударе проколом интеллект. Ну, такое. Так. И посхот нам пригодится. Всё. Попёрли тогда в этот... В пещеры, да? А потом в Аманлу. Я... По крайней мере, я пещеры эти все знаю где. И Феникса тоже знаю. Пипец. Обалдеть. Так. Первый это храм Ксерии. Чё, вспомнить? Где бы тут точно? Так. В Айрулан. Нет, подожди. В Аманлу. По-моему, храм Ксерии где-то там. А вот где именно там эта пещера? Вот вообще не помню. Так. Так. Помещение снежного ручья. Зуни... Слушай, а может это в Айрулане даже? Я чё-то не этот... Блин, может это и в Айрулане. Ха! Эй, чё-то я не помню. Я чего-то и не помню. Ну, по крайней мере, у нас теперь три города. И предметы можно будет в начале серии мне на запись бегать и искать там. Так. Вот он. Храм Ксерии. Го туда сначала. Один у нас, по-моему, где дух стоит. Но там не точно. За водопадом там есть что-то, но там не точно. Так. Здесь у нас чё? Вон она, вон она, вон она. Погнали туда. Так. И... Видимо... А. Подожди. Там, наверное, нас... А, или сказать этот чант надо. Аксэмсориум. Блин. Го, попробуем. Здесь вот чант этот есть, чёртов. Попробуем сейчас с него. Потому что можно было писать. Так, го, давай, сохранимся. Блин, вот эти лаги, конечно, пипец. А, так. Так, где он там, чант? Что-то сам последний там какой-то был. Вот он. Бах. Арцессу Арканум. Окей. То есть это просто получается, без этого можно... Чтобы можно было... Не надо, вернее, было на Enter, да, писать, я так понимаю? Арцессу Арканум. То есть мы нажимаем, и всё срабатывает. Надо на Символ встать. Окей. Удобно, кстати говоря. Ну-ка, давай. Так. Где-то вот здесь символ в самом начале был. Вот он. Так. Поплагают. Можно спеть в Арцессу Арканум, и чё? И не алё, да? А, подожди. Тут какой-то сила-то вот здесь была. А, вот. Блин, болван. Вот здесь надо. Так. О. Земля трясётся, ничего не происходит. Видать, все три нам надо, да? Или подожди, или чё-то? Ну, по крайней мере, хотя бы у нас тут этот... Освещаться, что что-то надо сделать. Вроде-ка всё сделали, да? Надо в святилище. Окей. В святилище нам не надо. Так. Погнали дальше. Погнали дальше. У нас... Где она там ещё говорила? Блин, надо, короче, почитать. Я забыл. А, один точно в потерянной... В этой лабуде. Ай, блин. Блин, я забыл. Так. Знания, квест, задания. Так, третий акт. А, вот они. Найдите... Наделите силой... А, блин, я болван. Я там... Мы бы не оказались... Да иди ты в жопу. Иди. Я помню это имя. Говорят, это один из самых могущественных магов. Вараньи. Ходили слухи, что он уехал к кальрафию. Ну, ещё с кем-то поговорил, блин. С родом не с каких-то. Я просто забыл в руки взять. Болван? Ну, чё сказать. Вот у меня почему ничего не произошло. Земля трясётся, но ничего не происходит. Болван? Чё сказать. Так. Давай, наверное, за нас. Где там косых этот? Он его любой может надеть? Да иди ты в жопу. Давай вот ей дадим. У кого там одно оружие. Очень надеюсь, что сработает. Надо её, наверное, выделять. Тогда норм будет. Ну-ка. Так. Знания. Ага, вот. Всё. Вокруг взрывы энергии. Может быть, посох получше стал? Нифига. Было бы круто, если бы посох получше стал. Так, окей. Следующий у нас, получается, где-то я забыл где. Я забыл где. Так. Блин, короче, меня это бесит. Давайте я сейчас перезапущу. Игру. Потому что она лагает. Прям не могу. Вот это не лагает, а вот сама именно игра. Там вот эти фризы, чёрт. Прям не могу. Сейчас быстренько там перезапущусь. Так. Давайте сохранимся пока. Вот. И тогда подключусь, потом когда перезапустимся. Так. Ну вот смотрите. Насколько лучше стало. Посмотрите, а. Ну прям красота. Ну. Блин. Видимо, когда долго в Альтабе играешь. Ну. Здравствуй. Держишь игру в Альтабе, не выключаешь, то она вот начинает вот лагать так дико. Так. Нам бы надо, наверное, какого-то приз... Хотя бы у нас 300. Так. Так. Что у нас по заклинаниям? Есть там у них, да? Что там нет? Ничего. Давай тогда посмотрим на индигредиенты. Блин. Там их нет. Ну давай тогда оружие пока посмотрим. Раз уж серия скажет. Да, да. Серия там. Уже 500 лет она как сказала тебе. До сих пор ещё всё вспоминаешь. Отличный. Отличный. Нам бы, конечно, исключительный не помешал бы. Блин, ещё и использовать не могу. Фига. Так. А что у нас здесь? Ерунда всё. Блин, отлично. Не подойдёт. Не подойдёт. Так. Погнём... Погнём. Пойдём посмотрим. Может быть эти на зачарование хоть посмотрим. Блин, что это вообще такое? За грозовые перчатки? Добро пожаловать. Вот опять нет. Ни хрена нет. Вот только верёвка вот эта. Я её куплю, конечно. Там у нас уже три штучки есть. Остальное вообще ничего на грозовую нам не подходит. Эх. Так. Жезл. Звене иния. Так. Так. А можно поподробнее? Там как-то иния. В снежном ручье. Так. Вот. Насчёт ручья. Вот я, честно сказать, не помню где именно. Поэтому сейчас будем искать. Так. Это точно в Аманлу. Это точно в Аманлу. Видать, на каждый город, да, эти... Свой этот котёл. Чёрт его знает. Но в Аманлу я точно знаю пещера, где Феникса. Мы туда последнюю очередь туда пойдём. Так. Какого-то ручья. Грот, наверное, какой-нибудь. Надо, в общем... Точно не гавани. Вот где-нибудь склон. Южный склон. Предгорье. Вот давай долина снежного ручья. Посмотрим, чё здесь. По карте там достаточно близко должно быть, мне кажется. Так. Близко и не пахнет. Потом погнали в какой-нибудь грот. Так. Горы, предгорье. Давай южный склон. Какую-то пещеру надо, поэтому... Блин, вот я не знаю... А! Я вспомнил, где! Юперный театр. Я вспомнил. Это почти, что... Наверное, вот даже где-то вот здесь вот. Оно прям внутри здания было. Точное. Вспомнил. Валдеть. Я прям вспомнил, где оно было. Там ещё мостик такой был. Вот, 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 вот. Где-то вот здесь. Так, 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 так. Нет, не здесь. Получается в предыдущем месте, то есть поближе. Так, гробница. Так, южный. Вот здесь, наверное, да? Мы сейчас здесь. То есть вот где-то вот здесь вот, в южном. Давай в ровном сюда. Либо вот обратно и бежать надо будет. Там на лифте надо будет подняться. Точно, точно, точно. Так. Вроде пока не вижу. Да. Наверное, всё-таки придётся обратно. Получается на юг. Ой, на восток. На восток. И обратно на лифте. По-моему, там будет, если мне не изменят память. Там пещера Иния. Вроде как раз-таки и было. Блин, точно. По-моему, в прошлой даже серии. Так, вот здесь что-то я не туда. У нас там, кстати, какое-то местечко не открыто. Чего? Ну давай. Сейчас быстренько. Так, только не портал. Кстати. А! У нас Деру, я понял. У нас Деру этот качает. А, я понял. Туда не пройти вообще никак. Ладно, окей. У нас Деру этим посохом долбит. Поэтому, ладно. А пока не будем. Он уже там даже боевой этот прокачал, блин. Ой, ой, ой. Там какие-то мужики, мужики. Подождите. Так, южный. Все, все, все. Ничего, ничего личного. Мы так, проходом. Так. Я сейчас тебя найду. Там точно было помещение? Так. Что такое вообще? Там какие-то казармы надо было. Помещение, наверное, вот это вот. Куда я там порталился? Это ёперный театр. Так. Вот, 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 вот. Получается, нам надо вот сюда идти. Нет, нет. Или вот туда. Да, да. Подожди, нет. Нет, нет. Вот сюда. Вот мы отсюда пришли. Нет, сюда. Мы откуда пришли? Да, вот отсюда. Пришли, получается. Да, 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 да. Вот. Все. Игорь сюда. Так. Деру надо пока врубить. Иначе я тут с ума сойду. Витамин, короче, опять. Зараза такая. Я понял. Я все понял. Я все понял. Витамин у нас опять. В своем репертуаре. Да вы задрали уже витамина. Какая-то жесть. Витамин просто какая-то груша для битья, честное слово. Так. Ну ладно, давай уже просим. Красота какая. Так. Вот здесь. Да, 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 да. Вот здесь. Да. Так. Давай, наверное, тут пройдем. Жалко, поближе ничего нету. Хотя, может быть, и есть это я болван. Ох, рот. Пойдет. Но, в любом случае. Я точно помню. Сейчас на лифте поднимемся. И там, в принципе, рядом будет уже. Так, давай, мужики. Че там, че там? Че за звуки, блин? Так, вот на лифт сейчас. Пес с ним, с этим болваном. Пожалуйста, давайте быстрее. Пока он до нас внимания не обракует. Вот сейчас через мост пройдем. И вот как раз таки вот сейчас на карте... Да, вот она. Блин, ха, хорошо, что я это помню. Обалдеть. Так, ну-ка, дойдите сюда. Вот она. Сразу одним заходом все и сделаем. Высотища. Так, ну-ка, давай иди сюда. Блин, вообще не лагат. Вот это, вот это, вот это круто. Так, опять через стену, да. Опять через стену. Вот только что все зачистил. И все равно, блин, вот опять не тут резаются. Так, витамина. Все, давай задеру тогда. Ну-ка. Он что, застрял там в дверях пройти не может? Прикольно, если так. 33-й левел уже. Да хлички. О, витамин шмаля, да? Ты уже как из пулемета, блин. Так, деру уже прямо. Фига себе. А, там, наверное, вот кости эти, да? Щит костей, наверное. Восстанавливаться. Кстати, ему бы надо, блин. Ему бы, кстати говоря, не помешало бы. Так, вот он, вот он, вот он, вот он. Пещера Иния. Фига, тут что-то я вижу. Борзый типок. Так. Деру, давай. Врубай свою шляпу. Так, Джей и... Так, знание, таинственный аркан. Отлично. Извини, Калерати. Все, теперь нам надо возвращаться в Аманлу. А, ну мы в Аманлу есть. Или, подожди, или в Арулане, где мы там. Где забыто это? В Арулане, по-моему. Блин, я не помню. Корчас, в Аназане вспомним. Так. Забытая долина. Тридгорье. Восточный, западный. Нет, видимо, все-таки леса Вайкеш. Нет, пустыня, это все-таки Арулан получается. Пустыня, это все-таки Кайрулан, поэтому туда. Как хорошо, что сразу-то сейчас выполним. Это обалдеть. Так. Забытое что-то там. Забытое, забытое. А, вот, потеряна долина Азунаев. Там вообще, по-моему, рядом. Буквально с порта... Али, не с порталом. А, ну, почти рядом. Там рядом, это... Алтарь, это чертов. Точно, точно, точно. Так, нам надо... В пещеру... Так, подожди, что-то тут не то. Это что-то... Ага, вот там, куда она, наверх. Все то. Нормально. Так, давай сразу ее и включим. Пока. Экзамин, хватит порталом бить. Так, ну, с этим уж совсем прям нам не тот самое. Нечего возиться. Бедняги. У нас такой псих с джедайским белым мечом и этими. Шлемом... Не шлемом, как его? Ведром на башке. Прям внушает страх. Противники прям обсираются. Вот как село быть. А прикинь, сюда бы еще эту... Дугу. Вот это был бы огонь. Вот это был бы огонь. А, будет пробежаться еще разок. Ага, он опять щит на себя колдонул. Объятие воды. Смотри, реально колдует. Костный этот... Какой-то щит или что-то. Ну, правда, что-то ни черта не отображается. Ни у кого. Смотри, он его знает. Ну, ладно. Куда пошел? Так, давай-ка, наверное, буйство врубим. Здесь попроще. Так, нам туда не надо. Нам вот туда надо. Кстати говоря... Блин, я побаиваюсь, конечно. Но давай, наверное, попробуем эти мистические чанты попробовать всякие. Так, таинственные... Это призвать... Ну-ка давай, кстати, призовем. Летису. Что-то... Что такое? А. Сказать. Летису. А что такое? Он один раз, что ли, работает? Что такое? Блин. Так. Где у нас там еще был один? Так. Таинственный чан Рандо Куржуну. Буфийские сапоги. Что-то странно творится. Ну, ладно. Тот чат, видать, как-то один раз отработал. И все, ЕГГ больше не хочет. Так, пещера это вот здесь. Поэтому, го. Давай, давай, давай. Все равно побежите за мной. Все, погнали. Надо, может, я про это и говорил. Так, вот он. Пещера Феникса. Прям красота. Ничего интересного, что будет. Так, где-то вот здесь. Так, Дюро, давай. Так, 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 так. Все, да? Так, итого у нас получается по заданиям. Все. Используйте жезл стихий, чтобы уничтожить печать на звеньях колоратии. Это, конечно, круто. Так. Найдите... Наделите, наделили. Используйте жезл стихий, чтобы уничтожить печать звенья колоратии. В звене сферы. Так, вот тут получат что-то... А, вот здесь, наверное, да? Так, где у нас там она? Куда, что ли? Тут что-то? Это ведь звенок колоратии, нет? Более, хрен его знает. Используйте посох. Прикольно. Я бы с удовольствием... Чего? Куда? Чего? Используйте, говорит, посох. Нормально вообще? Ой, хрен его знает. Видимо, нам надо в город возвращаться. Черт его знает. Ладно. Разберемся потом. На, с этой теткой, наверное, попробуем поговорить. Сейчас попробуем в этот... Ломануть в... Как там город этот новый? Колоратию? В любом случае, особо тут у нас пока... Так, кстати... Так, это у нас пока неизвестно. И вроде больше квестов нет. Гнали. Эээээ! Ахххо-хо! Ты чё, дурак стреляли? Ты чё, один-то? Блин, начинается. Начинается. Вы-ка-то сюда идите, падлы! Не серии какие. Если сейчас эта деваха нам ничего не скажет... она рада она она по-моему говорила что там где-то в самом городе да там дальше там это она говорила там по-моему что этот дальше там куда-то идти какие-то там скрытые либо это акведук блин я ческать подзабыл даже вся компания скажет бурж за дебил нами управляет какой-то идиот остановить его кто-нибудь так давай нам на вкалератию сейчас посмотрим что она нам скажет и нам надо еще в аманлу с призраками поговорить помните там какой-то слуга там что-то было этот в общем на вообще по всем квестам пробежаться и сделать так вот мы зарядили по идее да пойдем с ней с этой побазарим чё она нам скажет я честно сказать не помню уже что она там говорила где этот я такой ловил что на 3 пещеры удалось тебе зарядить посох стихий я зарядил жезл душ что делать дальше замечательно отнеси посох стихий к кальрофиан скому нексусу и разбей им печать когда выйдешь из города через восточные ворота иди по дороге до размытого участка с другой стороны промоины стоит каменная башня а за ней начинается узенькая тропинка на север иди по ней до пещеры где находится нексус я понял я все понял в общем в любом случае нам надо на восток идти да это у нас киев ворота хрен его знает север юг так это северный север юг так это западные это юг так это вест это запад вот туда на восточный нам получается на восточный нам туда напилить окей а вот для другов написано а чё это то у нас видать потом драться с ним надо будет или что или что этот город наш еще раз так на меня глянешь о звучит как вызов занимайся своим дел занимайся своим можно как-то еще заниматься нельзя блин я думал можно как-то будет этот его вывести из себя что ли можно понятно зачем нам надо для начала этот выполнить ну короче там чудом акведу какой-то почистить что-то такое вот и тогда видимо он нам нас уже потом в основной пустит ладно окей поперли тогда туда получается пойдем посмотрим может быть до порталу спим дойти хотя вряд ли уже с этот время уже прилично он там он я вижу какой-то ой так там чуть много зеленого так 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 а вот он акведук да он а куда ты куда они все пошли а я понял витамин порталом бьют я понял он уже прокачал эту природную магию его беремпиады на порталах на одних уже магию природную прокачал так ну давай ладно уже вылезли так беру достает блин боже ты мой я забыл продеру то прокачаю прокачива там ближний бой глаз да глаз нужно так вот чё-то зеленое здесь у нас есть мне интересно чё такое целое пятна зеленые а это какие-то это собаки ёбернки ну ладно так а остальные буду чё-нибудь делать нет алё товарищи чё-то встали болваны блин пипец ой ладно ребятушки давайте наверно тогда закончим на этом серию вот и в следующей серии мы сразу тогда наверно продолжим по акведуку пойдем посмотрим и вот сюда нам заглянуть кстати говоря тут у нас здесь не открыто а вот и там уже видимо все остальные квесты у нас будут доступны потому что до хренища мы чё-то их набрали еще в первом акте у нас там гора квестов не выполнена прям тьма тьмущая вот и надо бы как-то в серии в какой-нибудь пробежаться и всех их сдать вот возможно даже следующий ладно а на этом все спасибо большое за лайки за поддержку за подписку ребятушки и веримся уже в следующей серии всем доброго друзья с самого хорошего и всем пока